Всем привет, ребят! Меня зовут Калина и я безумно рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я снимаю видео опять же на школьную тематику, где я вам буду показывать все вещи, которые я приобрела для школы. Начинаю от аксессуаров, заканчиваю обувью. Но я буду надеяться, что вам понравится это видео и мы можем начинать. Начнем со школьных сумок и портфелей. Большую вещь товаров, которую я вам покажу в сегодняшнем видео, я покупала из магазина Marmalata, точнее из коллекции Саши Спилберг. Вот такой красивый портфель в очень нежных тонах, который мне безумно понравился с первого взгляда. Естественно, из магазина Marmalata. В этом портфеле имеются 4 стальных кармашка, 2 по бокам, 1 спереди и 1 внутри. Скорее всего, именно этот портфель я одену на 1 сентября, потому что он мне понравился больше всех портфелей, которые я вам сегодня покажу. Следующий и мною любимый черный кожаный портфель, который я украшала значками из коллекции Саши Спилберг. Да и сам портфель был тоже из этой коллекции. Ну а значки к этому портфелю я покупала отдельно и украшала только исключительно по моему вкусу. Этот портфель довольно вместительный и очень плотный, но изначально, так как тут много места, я хотела прикрепить значки по бокам. Также, если эти значки мне как-то наскучат, то я смогу их снять и носить просто черный портфель. Мне кажется, тоже будет неплохо, но в принципе портфель мне тоже очень понравился. Однако здравствуйте. Ну а следующий портфель, который я вам покажу, он был точно такой же, как предыдущий, только безумно маленький. Его я тоже украсила значками по своему вкусу. Ведь можно сказать, что он сойдет только под сумку, потому что туда не поместится ни одна тетрадка. С портфелями мы закончили, а теперь можем приступать к одежде. Вот такое вот милое, очень красивое темно-синее платье, которое я купила исключительно для того, чтобы надеть его на 1 сентября. Потому что носить платье в школу я не очень-то и люблю, да и само по себе, но очень хорошего качества. Вот такая красивая, но сильно просвечиваемая черная рубашка, которую я купила в магазине Манго. По себе рубашка очень хорошего качества, да и сидит на мне она тоже очень красивая. Вот такой красивый белый топик, который мне тоже очень понравился. И нет, я его купила не для того, чтобы носить его на физкультуру, а для того, чтобы одевать его вот под такой красивый кардиган, который очень подходит к этому топу. Этот топ с кардиганом я купила в магазине Бершка. Следующая очень красивая рубашка с собачками, которую я приобрела, она тоже была из магазина Бершка. И как мне кажется, она была предназначена для джинсовышенной талии, которые у меня есть, но они не для школы. Обязательно буду носить ее с собой в школу. С собой в школу. Понятно. Вот такая вот красивая белая рубашка с длинным рукавом, на которой изображены красивые логотипы. И была она из магазина Бершка. Качество у нее очень хорошее, да и по цене она не особо дорогая. Когда ты дал. С новой одеждой мы закончили, теперь можем приступать к обуви. Для того, чтобы ходить от школы и до школы, я купила себе вот такие вот потрясающие боты из магазина Мармалата. Ходить в них по школе, мне кажется, будет не очень-то и приятно, потому что они резиновые. Но сами по себе не очень хорошего качества, очень красиво сидят на моих ногах. Купила себе вот такие вот нежно-голубые крутые слепоны из коллекции Саши Спилберг. На них есть изображение двух красивых звездочек. Эти слепоны я уже не удержалась и поносила несколько раз. Я купила 39 размер и внутри, если приглядеться, то можно заметить, что это коллекция Саши Спилберг и магазин Мармалата. С моим размером ноги. Очень интересная информация на самом деле. Ну а эти чудесные белые кроссовки, которые я купила тоже исключительно для того, чтобы носить их внутри в школе. Мне кажется, в них было бы комфортно ходить каждому человеку, потому что тут они проветриваются. И тут тоже. Ну а следующая и последняя обувь, которую я вам сегодня покажу, я тоже буду носить с собой в школу. И мне ее прислал сайт DressLink. И это четвертая пара новых светящихся кроссовок. Потому что до этого три пары были мне маленькие, они мне жали, и мне было в них вообще некомфортно. Ну а тут, зная, что все это произойдет, и зная, что я скоро буду снимать видео, я заказала сороковой размер. Куча бумаги внутри. Вот такая вот красота. Особенно, когда заканчиваются уроки в школе вечером, включить эти кроссовки будет вообще потрясающе. Блин! Наконец-то с обувью в школе мы закончили. Теперь можем приступать к аксессуарам. Девочка! Вот она. Дратути. Не знаю, можно ли это отнести к аксессуарам, но все же решила вам это показать. Я купила вот такой вот потрясающий розовый блестящий дневник с мультяшным блогером Сашей Спилберг. Я прекрасно знаю, что в том видео я показывала другой дневник. Но вдруг, как говорится, Карина узнала о новой коллекции, которая вышла у блогера Саши Спилберг. И забыла про всю канцелярию, которую она покупала до этого. Все обувь, одежда. Про все забыла и решила купить это все в магазине Мармалата. Внутри все настолько маленькое, классное и креативное. Сзади напечатано много разных шпаргалок, которые не найдешь в других дневниках. И качество дневника тоже очень классное. Но если вы следите за моей страничкой ВКонтакте, либо же в Инстаграме, то вы уже должны понять, что я очень подсела на очки. Я купила себе вот такие вот потрясающие очки, которые сидят на мне просто потрясающе, как мне кажется. Даже эти очки я купила не в специальном магазине, либо же у Окулиста, а в магазине Мармалата из коллекции Саши Спилберг. Почему я их не надеваю в видео? Потому что через очки видно, на какую камеру я снимаю и все, что окружает меня. И да, это вот такие вот потрясающие наушники с котиками. Точнее, вот тут на наушниках есть котик и рыбка. Многие мои друзья смотрят мои видео, и они очень хорошо понимают, что в школе я просто не могу обойти без наушников, потому что без музыки в школе просто невозможно находиться. И с очень прикольным закрывающимся и открывающимся чехлом. Не отходя от темы с наушниками, я вам покажу две классных вещи. Первая вещичка специально сделана для круглых наушников. Они сделаны для того, чтобы мы могли наматывать на жирафа наушники, чтобы они никогда не распутывались. Да, это специальный переходник для двух пар наушников. То есть мы берем мой чудесный телефон, вставляем вот эту штуку в специальное отверстие для наушников, а не давать один наушник своему напарнику. И не отходя от дела, этот сайт мне прислал просто кучу чехлов на мой телефон. Но сейчас я вам их не буду показывать, потому что об этом будет отдельное видео. И опять не отходя от темы, я вам покажу вот такой вот чудесный чехол, который я приобрела в магазине Мармалата. Следующим приобретением к школе у меня оказались две вот таких вот красивых коробочки с лаком. О их качестве я сказать ничего не могу, потому что ими я еще ни разу не пользовалась. Я купила что-то типа чехла для своего айпада. В этом айпаде у меня закачаны мои электронные учебники, которыми нам разрешают пользоваться на уроках. Поставив на него айпад, можно беспалевно играть на уроках. Ну а следующее, что я приобрела, это довольно-таки большой пакет с аксессуарами. Если я сейчас по отдельности буду показывать вам каждый аксессуар, то на это идет около получаса. Поэтому лучше посмотрите на эти чудесные аксессуары под музыку. Не забывайте подписываться на мою стречку ВКонтакте, ссылочка будет ниже в описании. Сейчас я на несколько дней открыла личные сообщения. Пишите мне, я постараюсь ответить на все сообщения. Всем удачи, добра, пока! Субтитры сделал DimaTorzok